Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Вести Роран» в студии Константин Сивков. В этой программе мы будем говорить о том, насколько великие шансы у американцев втянуть в войну против Ирана Европу. Майк Помпео уже бывал в Брюсселе, и по высказываниям экспертов, по данным СМИ, встретили эту идею там не очень, скажем, тепло. Для того, чтобы обсудить эту тематику более предметно, в студии приглашены доктор Мехмед Перенчек, представитель Турции, и Роксалана Юрьевна Жигон, доцент Женевской школы дипломатии международных отношений. Здравствуйте, Роксалана Юрьевна! Здравствуйте! Здравствуйте, доктор Перенчек! Здравствуйте! Мы с вами уже говорили о возможности Турции, что Турция, скорее всего, не предоставит свою территорию. Но Соединенные Штаты Америки, уже, наверное, начиная со времен Обамы, после Бушевских, в одиночку в войну не вступают. Проигравшие две войны в Ираке и в Афганистане, они стараются втянуть туда своих соседей, союзников, в частности, по блоку НАТО. И ключевыми союзниками, естественно, являются европейцы. Ну, во-первых, рядышком все, очень удобно. И хотя Европа, конечно, от Ирана далековато, но, тем не менее, европейская инфраструктура, европейская авиация, европейские экономические мощности, очень полезны были бы для США, чтобы использовать их для войны против Ирана и заставить Европу платить за эту войну. Это вообще было бы в идеале. Собственно, об этом Трамп и говорил с европейцами, когда разговаривал о том, что в НАТО им надо платить больше. Что хватит американцам платить за все НАТО. Вот теперь вопрос такой. Где был Трамп во время вояжа по Европе? Помимо того, что он был в Брюсселе. Какие страны он еще посещал? Руслан Юрьевна, какие у вас данные на эту тему есть? Ну, я бы, вы знаете, сконцентрировалась не на вопросе, какие места посещал Дональд Трамп, а на том, какие переговоры велись и какая обстановка настроения сейчас в европейских кругах. Потому что общий настрой может быть охарактеризован в Европе как такая легкая форма травмы, полученной со стороны... Психологической. Психологической, да. Со стороны США, от которой до сих пор еще Евросоюз, вообще Европа не пришла в чувство. А когда была эта травма? Ну, во-первых, с приходом, с победой Трампа. Это первая, да? И с приходом Трампа, да, в Белый дом. Затем, как я уже ранее отмечала, хаотический, феерический выход в Соединенных Штатах из всех основополагающих соглашений, громких заявлений и такого совершенно беспрецедентного популизма со стороны США и поведения американцев не как гегемона, а как двоечника в системе международных отношений. Поэтому, когда авторитет гегемона подорван уже до такой степени, что в Брюсселе с некоторым нескрываемым скепсисом относятся к любым, так сказать, на сегодняшний день предложениям со стороны Америки или любым, так сказать, вариантам или формам оказания давления на Брюссель, или последнее заявление Белого дома о том, что европейцы никоим образом им отказаны в праве создавать самостоятельно свои вооруженные силы, а напротив, европейцы обязаны проявлять более активное участие, как верные партнеры, так скажем, или боссалы, в строительстве НАТО или поддержании НАТО. Но вот эти все уже, понимаете, призывы, все эти форматы, они не работают. Ну, кстати, интересная вещь, в момент прихода Трампа к власти он говорит о том, что НАТО ему не нужно. Да, он вел себя как шаттл, знаете, как это, так сказать, у него уже вот эта система многоступенчатая, так сказать, у него отпадала одна система, вторая, третья, вот. Мы видели, мы просто наблюдали такой регресс стратегического мышления и потерю авторитета США. А это ведь очень важный момент в переговорном процессе с европейцами. Поэтому попытки нажать на европейцев или, так сказать, придавить их, или, так сказать, призвать к ответу в плане сейчас давления в сторону Ирана, все эти попытки, мне кажется, они малоэффективны и нецелесообразны. Поэтому тут нужно еще один очень существенный фактор учитывать. У европейцев, у Евросоюза нет никакого сейчас проектного, никакой проектной идеи, что, в общем-то, делать с Ближним Востоком. Вы помните, ранее мы обсуждали эту тему, то есть проект Ближний Восток, участие там американцев и так далее. Вот то, что сейчас происходит, к чему призывают американцы, они пытаются сколотить арабское НАТО на Ближнем Востоке, в которое будет входить по их представлению шесть государств. Но из кого не собираются эту группировку создавать стратегическую, вот, большой вопрос, потому что там не совсем согласен позиции американцев Египет, там и Катар, там и Йемен, там и ряд других стран, которые маловероятно, что выразят эту поддержку. А европейцы смотрят на все эти попытки американцев в хаотическом таком темпе, значит, что-то сформировать, и, честно говоря, не высказывают никаких, так сказать, поползновений или никакой инициативы или желания поддержать американцев в этом, так сказать, новом стратегическом устроении. Потому что, в первую очередь, пострадает Европа. Что интересует европейцев? Европейцев интересует экономическая составляющая. И это не совсем хороший сигнал со стороны Ирана. Недавно из уст представителя МИД Ирана прозвучала такая фраза о том, что мы глубоко, Иран глубоко разочарован позицией Евросоюза, обещавшей нам экономическую поддержку, и мы видим совершенно полную несостоятельность. Ну, это действительно. Европейские компании уходят из Ирана. Из Ирана, да. То есть, получается, что европейские компании подчиняются диктату США. В экономическом смысле, в дипломатическом, да. Это де-факто так и есть. То есть, вот в этой связи, как вы полагаете, вот то, что вы разговаривали с европейцами, может ли в результате вот такого дипломатического давления Европа принять участие в этом конфликте? Ну, скажем так, крупномасштабно, то есть полномасштабно, или, скажем, чисто формально. Ну, там, скажем, послать роту, там, какая-нибудь Германия пошлет роту медиков. А Великобритания пошлет три самолета разведчика. И на том спасибо. Или Дания полтора, так сказать, там. Солдата. Да, полтора солдата или Норвегия. Да, вот такой, как вот может быть. Или все-таки нападать. Потому что даже вот такое формальное участие европейцев в этом конфликте, это очень важная поддержка дипломатическая для США. Они объявляют о коалиции, в которой участвует уже Европа. А для Ирана это означает, что Европа становится целью. Пусть даже есть не военных ударов, но каких-то других, скажем, там, миграционных, там, иных, еще что-то. Потом же понимаете, в чем ссорь? Проблема вот в чем еще. Вот сейчас Иран сказал, что они берут 60 дней на размышления, и потом начинают поэтапно выходить из отдельных положений вот этого договора. У Ирана есть большое количество центрифуг. И эти центрифуги находятся в подземных, в скальных укрытиях. Существующим видами обычных вооружений их разрушить невозможно. Только ядерным оружием. Значит, если Иран запускает эти центрифуги, ну, он, в конце концов, создаст ядерное оружие. Для средств доставки у Ирана более чем достаточно. Его новейшие ракеты при радиусе действия в 2000 километров имеют разделяющиеся головные части и точность попадания цель 30 метров среднекландатического отклонения. Это практически как у американских ракет «Тамагавка». Причем это отделяющаяся боевая часть, то есть американские системы противоракетной обороны с такими ракетами не справятся. Но если у них «Патриот» еле-еле сбивал скат, то уж такую он точно не собьет. И даже если Иран будет бить такими ракетами по городам, по конкретным точечным объектам с обычным оружием, с обычным оснащением, все равно потери будут очень серьезные, потому что он может точно прицелиться в нужное здание. И он продемонстрировал это при ударах по боевикам в Сирии. Поэтому, если Иран пойдет по этому пути, и европейцы будут даже как-то формально участвовать, то те войсковые формирования европейцев, которые окажутся в зоне боевых действий, будут окажутся под даром иранских ракет. А сам Иран может начать интенсивную разработку ядерного оружия с расчетом пойти по стопам КНДР. Вы же знаете. Пока КНДР не имела ракеты межконтинентального радиуса действия, Ким Чен Ын был плохой. Как только эта ракета появилась, он стал договороспособным, хорошим, достойным политиком. Очень хорошая вещь, воспитательный процесс, воспитательный акт появления межконтинентальной баллистической ракеты. Вот с этой точки зрения. То есть могут, вот с учетом этого контекста, ведь Иран тоже ведет достаточно жесткую позицию, в том числе и против Евросоюза. Как в такой ситуации? На что может пойти Евросоюз? Но если говорить о последних недавних переговорах Майка Помпео в Брюсселе, то следует, мне так кажется, обратить внимание на один важный момент. Помпео пытался встретиться не только с мадам Магерини, но и с госпожой Магерини, но и также с представителями, то есть с министром иностранных дел Франции, Германии и Великобритании. Это ключевые страны? Это ключевые страны. О чем это говорит? Это говорит о том, что США пытаются создать некую группу, такую, так сказать, стратегического удара, я бы так сказала, которая бы повлияла на дальнейшее развитие событий. То есть вот это подсказывает как бы логика шагов госсекретаря США. В конце концов, эта встреча не состоялась, эта коллективная, потому что ни одна из сторон, по всей видимости, не готова была обсуждать. То есть попросту говоря, Помпео отодвинули? Отодвинули, да. Поэтому мне кажется, что европейцы всегда, понимаете, европейцы хороши в понимании истории, некоторые из них, и все-таки знатоки и дипломатии. Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем о том, что, так сказать, колоссальный упадок дипломатической, стратегической мысли в США, я бы отметила это в качестве приоритета, что, собственно, должно нас в какой-то степени успокаивать, потому что это говорит о том, что европейцы все-таки окончательно разум не потеряли. Они будут пытаться всячески формализированно относиться ко всем попыткам Шана давить их, продавить вопрос по Ирану, и я думаю, что посредственно будут искать какие-то точки переговорные с Россией. Это, в общем-то, видно по позиции той же Швейцарии, по нейтральной стране, которую, опять-таки, США пытаются использовать, как она использовала Швейцарию еще в 2003 году, по Ираку, в плане как переговорщика и дипломатического инструмента. Поэтому Швейцария – это такая лакмусовая бумага, лакмусовый тест, который дает нам представление о том, что на самом деле происходит в европейских умах. Потому что Брюссель – это еще не все. И что там показывает эта лакмусовая бумага? Вот то, о чем я сказала ранее. Европейцы категорически настроены. Они понимают, что они в жестких рамках, в рамках НАТО, и должны как-то реагировать на все эти посылы, дерзости и агрессивную повестку Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, европейцы понимают, что у них такой комплекс проблем сейчас, что ввязывание, или, так сказать, позволить ввязать себя в крупномасштабный конфликт, потому что мы же видим, что по Сирии ситуация нейтрализовалась каким-то образом, стабилизировалась, исключительно благодаря вмешательству, или, так скажем, участию в России. Потом США продемонстрировали свой неуспех в Венесуэле, затем на других направлениях. И сейчас вот эта попытка дожать, и там по Северной Корее, дожать иранские вопросы, я думаю, что это, в принципе, может стать последней каплей терпения европейцев. И мне кажется, вот такое мы это будем сказать. Что дальше будет, если эта капля будет? Мне кажется, что европейцы будут пытаться сейчас создать какую-то, знаете, такую геополитическую, группу геополитического альтер-эго. Вот такое у меня ощущение возникло. То есть они будут дистанцироваться? Они будут дистанцироваться и всячески формализировать вот этот диалог. То есть вы можете предполагать, даже формальное участие европейцев в этом конфликте возможно или нет? Я думаю, что европейцы могут довести до вот этого, как бы, так сказать, обязательства что-то произнести, там, артикулировать, сформулировать формально. Но мне кажется, до этого дело не дойдет. То есть даже до формального участия? Да, я думаю, что... Трех человек, полутора человека от Дании такого не будет, да? Да, но здесь потому что только, как говорится, ногу поставить, а там уже эту ногу с сапогом вытащить будет достаточно сложно. Доктор Перенчек, вы как человек восточный, вот, скажите, пожалуйста, это чисто психологический вопрос. По вашему мнению, вот, как может измениться отношение к Соединенным Штатам Америки и в целом позиция США на Ближнем Востоке, среди стран Ближнего Востока, среди народов Ближнего Востока, в случае, если они не начнут войны с Ираном, хотя фактически сейчас они уже занесли топор войны, но не нанесут этот удар. Или нанесут этот удар, но он не достигнет цели. То есть вот, ну, ударили, нанесли ущерб Ирану какой-то, вот. Иран отразил этот удар, или там, этот удар, ущерб не сыграл ключевую роль. Иран начал массово, ускоренно производить тогда уже открыто ядерное оружие, его уже, так сказать, он уже угрозил о том, что он выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия. Он предупредил Иран, в случае, если США начнут его агрессию. Вот. Как вот в этой ситуации можно ожидать изменится отношение к Соединенным Штатам Америки и к среди стран Ближнего Востока, и в том числе в Турции? Ну, тогда... Не столько политиков, а именно населения. Вот ваш, вас, как восточного человека. Тогда миф о США вообще исчезнет. Как сильной стране, я могу сказать. Да, потому что все думают, что американцы могут делать, что они хотят. Они могут там сверкнуть какое-то правительство, потом поставить своих людей. Ну, есть такой миф, да, у них есть СССР, у них есть своя армия, у них есть СМИ, там, у них есть там международные корпорации, деньги, банки, финансовые ресурсы. Есть такой миф в глазах там народов. Народов. Это только на Востоке, а почти везде. А американцы нападут или не нападут? в обоих случаях они проигрывают. Если нападут, точно проигрывают войну они. А если не нападут, тогда их престиж и вот этот миф исчезнут в глазах народов. То есть не решились? Да. Собирались, скачались, выжились и никак. Вызыв делали, там, кричали и так далее, а потом ничего не делают, если ничего не получится, тогда все будут думать. Американцы пустыни кричат как собаки, да? Собаки тоже лают, а они не трогают. Караван идет, да? Понятно. Вот так. Поэтому они нападут или не нападут, точно они проигрывают вот эту игру и эту войну. И по-моему, они не осмелятся там нападать на Иран, потому что есть очень серьезные конфронтации в мире, которые препятствуют нападению США на Иран. Есть конфронтация между Евразией и Атлантизмом, и на этой конфронтации у Ирана есть надежные партнеры, как Турция, Россия, как Астасинский процесс, или Китай, или другие страны, которые тоже страдают от США. И есть конфронтация между Европой и США, как только что там вы объяснили, говорили об этом. И есть серьезные проблемы между Европой и США, даже 50% европейских немцев и французов, они чувствуют главную угрозу со стороны США. Да, об этом сейчас говорят активно. И есть серьезные анкеты и так далее. И другая конфронтация, которая препятствует нападение США на Иран, внутренний раскол самой американской литии. Да, вот это очень важный момент. Вот такой вопрос, у нас сейчас время передачи будет к концу, а хотелось бы задать еще один такой вопрос. Вот падение авторитета США, которое будет в этом случае, если такой вариант развития ситуации будет, он может сказаться в какой-то степени в экономической сфере. Вот Роксана Юрьевна, по вашей позиции, я вас обоих попрошу рассказать на эту тему, Роксана Юрьевна, по вашему мнению, это как не скажется на экономической сфере, вот американцы не решились ударить по Ирану, занесли топор, они решились, или нанесли удар, но он не достиг целей, американцы понесли потери, вот как удар по Шайрату, или вот удар до этого был пустой, было потеряно. Это было потеря очень значительной степени рейтинга американского оружия. Вот это на экономической, на духовной сфере как-нибудь скажется, вот с вашей точки зрения? Я думаю, что безусловно скажется, потому что экономика это зеркало политической души нации. И то, о чем мы сейчас сказали, Америка находится в состоянии глубочайшего внутреннего раскола и внутренних противоречий, поэтому экономическая составляющая естественно является частью Я имею в виду внешнеэкономической как-то конечно, конечно, безусловно. Вот все, о чем мы говорили ранее, все, что мы обсуждали, свидетельствует об очень важном моменте. Существует, формируется стратегические повестки. Более того, формируются какие-то или попытки формирования каких-то геополитических проектов. Но, заметьте, ни США, ни европейские партнеры США, так скажем, ни партнеры США Восточной Азии не обладают или, так сказать, не применяют возможности глубокого сценарного калькулирования или моделирования ситуации. Предложение какого-то глобального проекта. То есть, есть такая система обозначения определенных проблем или определенных сценариев, но проработка их развития и дальнейшее разрешение, потому что любой конфликт, он делится на несколько фаз. То есть, вхождение в развитие, пик конфликта, кульминация и выход из конфликта. Вот, я не вижу и не слышу ни с американской стороны, ни с европейской стороны, ни с тем более, так сказать, со стороны страны. Вообще, вы знаете, интересная картина получается. Вот только провалился сценарий в Венесуэле, сразу возникла проблема Ирана. То есть, они мечутся с одного конфликта на другой. Вот это есть геополитическая акупунктура. Понимаете, если мы нажимаем в одном месте, мы получаем болевую точку в другом месте. И вот то, что сейчас происходит, вот эти метания США, значит, от одного комплекса вопросов к другим, непонимание вообще, то есть, как решать эту проблему. Не решили там, значит, стали сейчас скоропалительно пытаться что-то сформировать на ближнем месте. В другом месте. Завтра, это еще один, это как результат провала переговора Трампа по Северной Корее. Понимаете, ведь не зря Помпео делал такие хаотические виражи над Европой и в конце концов приземлился с черным чемоданчиком в городе Сочи. Мне кажется, вы правильно сказать, что экономика является и провал сейчас, так сказать, пробомбить и не пробомбить, то есть, потеря мифа, потеря, так сказать, вот этого инструментария мягкой силы США, моментально, поверьте, мне отразится на переговорном процессе США с Китаем. Китай тоже почувствует свою силу и значимость, потому что ведутся очень активные торговые войны. Совершенно верно. И будет, это еще неизвестно, как вот этот, так сказать, вот этот давление энергетическое сейчас на европейцев отразится на Китай и в дальнейшем уже на других процессах. Поэтому это будет, так сказать, бумерангом возвращаться сейчас в сторону американцев. А с вашей точки зрения, вот проект «Турецкий поток», взаимодействие России с Турцией в военно-технической сфере, когда американцы как-то разрешат свое решение с Ираном, вот, оно повлияет в какую-то сторону, вот эта сфера, по вашему мнению, как-то изменится отношение России и Турции в результате того, что американцы либо откажутся от Датара по Ирану, либо его нанесут, ваше мнение? Нет, потому что… потому что… Не окажется наявление? Нет, нет, потому что Турция и Россия они вынуждены друг в друга. Это есть угроза со стороны США или нет угрозы, или они нападут на Иран, или нет. Турция и Россия всегда должны сотрудничать, потому что они соседы. поэтому я думаю, что не влияет там на отношения… Не повлияет никак, да? Нет. Ну, отлично. Спасибо. Может быть, если нападет, а можно сказать, если нападет, они нападут на Иран, а это ускорит там психологическое партнерство точно между Россией и Турцией. Это точно. Усилит Россию. Усилит, да. Понятно. Ну, вот можно вот одну ремарку такую заключительную? Коротенькую, очень коротенькую, да. Мне кажется, что вот вывод, который напрашивается сам за себя сейчас вот по ситуации с американцами, о том, что это, в принципе, открывает колоссальные возможности дипломатические сейчас для Турции и России. Да. Потому что именно в этом контексте сейчас, мне кажется, самое время подумать о стратегическом партнерстве. Пока США пытаются, я думаю, что эти попытки, они потерпят крах, сформировать какую-то коалицию, новая арабская НАТО и так далее, Россия и Турция и Иран могут образовать не только экономический, а военно-политический союз. или не будем говорить блок, будем избегать блоковой дипломатии. Я думаю, что союз, это будет правильное слово, и я думаю, что к этому союзу подключится и Египет, и Иордания, подумав, некоторое время осознает, что лучше. Такой союз есть в Сирии. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Поэтому, я думаю, что это... Дорогие гости, спасибо большое за участие в передаче. Дорогие зрители, наша передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok